Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте в Новом году! Сразу после такого важного дня Рошашана мы теперь вступаем в 10 дней раскаяния и подхода к Емкипуру. Я в двух словах попытаюсь объяснить, что это такое. Царство небесное, как царство земное. Вот представьте себе, мы с вами в Рошашана присутствовали при коронации царя. Вот мы его посадили на трон, пели песни, очень вкусно кушали, радовались. А наутро мы проснулись и поняли, что через 10 дней этот царь будет нас судить. За то, что мы с ним сидели в этот вечер и пили, может быть и хорошо, но он рассмотрит наши поступки. И срочно мы должны хвататься за голову и понимать, что через 10 дней мы предстанем перед тем, кто все видит, все знает. Не просто, а еще и мысли и все остальное. Вот к чему нам надо приготовиться. И написано, что приговор, вынесенный нам в Рошашана, он не является окончателем. Потому что сказано, что три книги открываются в Рошашана перед высшим небом, перед Богом. Книга праведных, книга злодеев и книга средних. Книга праведников сразу записывает книгу жизни, а злодеев сразу наоборот. Но это очень маленький процент тех конченных злодеев и совершенно завеликих праведников. Может быть один. А 99% средние. И вот эти средние откладываются до Йом-Кипура, вынесения приговора. У достоинства жизни написано, будут записаны на жизнь. Нет, не дай Бог, на противоположное. На 90% все зависит от того, насколько в этот период, в эти 10 дней, человек возьмет себя за голову, раскается и построит какой-то план своей жизни. Поскольку у большинства нет особых оснований считать себя великими праведниками или совсем конченными злодеями, то надо серьезно задуматься. Написано, что Всевышний по величайшему своему милосердию дает нам шанс изменить и подправить наше личное дело перед окончательным рассмотрением суда. Представляете, открывает, это вычеркнует, еще можно это исправить. И перед апелляцией надо посмотреть, что делает. А что именно делать? Написано, раскаяние молитвы и благотворительность отменяют нехорошие приговоры. Вот план работы на эти три дня. Плюс перспективный план развития собственной души. Обратите внимание, написано очень интересное вещь. Откроете ему вход величиной в острие иглы, и я открою вам настолько, что пройдут целые колесницы. Что имеется в виду здесь интересно? Почему сказано, как вход, вход как острие иглы, а не вход как игла? Спросили об этом рабе Менделлой Скоттской. Он сказал очень интересную вещь. Достаточно открыть Всевышнему крохотную точечку в сердце, чтобы он открыл вам врата небесный. Но надо так открыть, чтобы эта точечка как игла, все время болела как укол, все время не давала успокоиться, не давала почевать на лаврах. Вот тогда это правильный подход. Обратите внимание еще на то есть. В времена храма, когда коины священнослужители обращались к воинам, которые шли в бой и говорили, преодолейте страх, поверьте в помощь Бога. Шафар, который мы слушаем в Росшахна, напоминал каждому еврею, что он является солдатом. То есть мы тоже слушали Шафар. И вот нам, оказывается, напоминает, что мы идущие в бой, чтобы одержать победу над своим собственным плохим началом человеке. Написано, что это долгая война, это серьезная война. Это непростая, но сейчас не время этой войны. Сейчас время уже окончательного удара по врагу. Эти 10 дней раскаяния, это единственный шанс, который предоставляется для улучшения молитвы, улучшения благотворительности, прихода к духовному раскаянию, к чему-то. Написано в этот день, это день, когда Машир спустился, Йом-Кипур принес новые скрижали, день прощения. То есть там заложено все. Но к этому надо подготовиться. Надо помнить одну важную вещь. Это говорил рабец Давид из Николаева. Когда купец возвращается с ярмарки, которая длится 2-3 дня, ему бегут домашние с вопросом, с чем ты вернулся там? А что мы ответим через 120 лет, вернувшись вот с этой ярмарки жизни с пустыми руками? Вот о чем надо в эти дни думать. Это уникальные дни, это сильные дни. И вот я уверен в том, что мы с вами, благодаря в том числе и нашим урокам, уже получим печать на этот хороший приговор. Брахава слаха. Брахава слаха.